все это как добавим плюс так вот пока людей нет друзья эфир прервался сейчас мы заново подключимся и продолжим наш разговор сейчас ожидаем сайсата он сейчас подключится эфир прервался время вышло время как час пролетел быстро да поэтому сейчас дождемся когда попереподключиться люди и на вопрос ответим я зафиксировал там три четыре вопроса вы не фиксировали себя да вот эти вопросы комментарии смысле я я сейчас пройдусь я быстро у нас нам надо завершать эфир сайсат но очень интересно вопросов очень много на самом деле у меня куча вопросов которые мы не разобрали но в рамках одного эфира это конечно сложно все ну давайте блиц делаем быстро быстро это цветы жизни да наше будущее в руках наших детей да мы должны воспитать хорошее наследие заложить фундамент но самое главное мы должны любить и холить наших детей да быть всегда с ними рядом поддерживать и я думаю все будет хорошо вы скажите свое какое-то слово народ народ подключается подключается на самом деле смотрите вот любовь где где вот особенно создание вот такой атмосферы когда в которой ребенок тебя чувствует любимым это очень очень важно почему потому что ни один ребенок не сможет полноценно любить и выстраивать правильное отношение в жизни пока он сам себя не будет чувствовать любимым грубо говоря вот поэтому очень важно вот как мы говорили что там родители это там горы из которых стекает вода очень важно чтобы дети видели как муж супруги муж жена супруги вот друг друга очень сильно любит постоянно подчеркивает там любовь друг другу постоянно оказывает друг другу какое-то внимание там поддержку это очень очень важно и при этом они при этом они вот эту любовь проецируют на детей да то есть вот когда мы говорим эмоциональный интеллект понимание того как человек там врет не врет искренне не искренне вообще вот как бы понимание как выстраивать правильное отношение с людьми это все формируется из того когда человек вот ребенок сидит и смотрит родители наблюдают да вот он видит отец там помогает маме там вот и оказывает знаки внимания какие-то на него всегда можно положиться он по сути дела вот этот модель там для себя выстроил так жена ваш экран пропал это у меня только пропало да да сейчас секунду вот давайте посмотрим все таки вот джижам по пространстве ответить на несколько вопросов быстро которые задавали в комментариях давайте там был сейчас секунду у меня что-то со связью я я без конца пропадаю нет у вас камера пропадает все нормально сейчас все нормально видно и слышно нормально проблем нет сейчас подожди нет все нормально нормально сейчас секунду сейчас секунду что-то он не грузит у меня сейчас секунду все нормально видно прекрасно слышно тоже проблем нет вы помните вопросы с айсад так ну вот несколько давайте вспомним важно ли что таки чтобы на родном языке ребенок знал там родной язык и формировал вот первый язык у него был родным грубо говоря да это очень важно потому что как я говорил третья наша большая задача это вот все таки идентичность ребенка правильно сформировать или помочь ему эту идентичность идентичность правильно понят понятие извиняюсь начинается эпоха конфликтующих идентичности человеку будет очень сложно в конце концов сейчас это будет очень много фильмов про это и уже эти фильмы идут когда да вот вроде там потому что есть сейчас много там таких смешанных браков там отец француз мать там я не знаю с сомали да и вот кучу кучу сейчас заметили фильмов когда вот ребенок вот он пытается понять там я кто я вот откуда кто мой отец мать какой мой язык что для меня важнее я француз все-таки или все-таки азганы да я американец но при этом я польские корни у меня там какие-то там и сейчас очень много-много семей вот таких да и это все-таки какой-то какой-то момент давит на ребенка он пытается понять как ему относиться правильно к этой жизни да вот как ему правильно сформировать свое понимание он должен как 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 русский радоваться там чему-то какому-то празднику или все-таки как там с материнской стороны как француз должен неправильно к этому относиться или там как-то по-другому к этому относиться поэтому вот для четкого понимания идентичности своей все-таки надо начинать с родного языка да и это очень важно в конце концов проблема это конфликта моего личного внутреннего когда в Италии учился началась с чего вот моя не четко сформированная идентичность столкнулась с четко сформированной идентичностью итальянца которая вот понятная ясная там тысячелетиями сформировалась у меня тоже была эта идентичность она потом немножко там как бы раздробилась в советский период да и вот когда эти сталкиваются две вот две идентичности все что у меня непонятного не там не до конца мною там прочувствованного понятого заложенного во мне оно вдруг проваливается в вакуум оказывается и внутри себя я перестаю чувствовать себя уверенным надо же а кто все-таки чемпион а вы знаете кто чемпион Казахстана по Кокпару ну чёрт его знает у меня этот вопрос два раза в жизни чёрт его знает да ты сидишь думаешь блин а сколько игроков в команде Кокпара шесть пять ну понимаете вот все вот итальянец задает эти вопросы не со злости не с издевкой он искренне интересно ему узнать про другую культуру он прям сидит ой какая классная расскажите я так начинаю рассказывать и вдруг я понимаю что я особо-то рассказать тебе ничего толку не могу да я вот потом когда вот уже в партии Нуратане работал мы потом занимались Кокпаром прям я прям всех своих убедил коллег вот нам надо возрождать эту штуку потому что чтобы понять вообще что это такое там да вот поэтому однозначно с языка надо начинать родного именно это очень важно потому что в конце концов будет огромный стресс у ребенка если не сейчас то потом в жизни дальше как у меня это случилось там уже в осознанном возрасте там в 24-25 лет да когда вдруг я сел так закрылся у себя в комнате в общежитии там выключил свет и вот пытался сам себя понять там слушай слушай для меня у него страшный стресс был вы не представляете у меня кризис начался там личность не была так эфир просто бомба столько полезной информации ну спасибо так эфир на высшем уровне еще раз спасибо как вы думаете школа играет большой роль и родители сами воспитывать своих детей должны ну вот этот вопрос там школа родителей ну смотрите на самом деле Brad школа сколько что-то вылезли вот эти школа к сожалению начинает играть более важную роль сейчас почему потому что родителей элементарно на детей Мы проводили в свое время исследование очень интересное. Мы замеряли в среднем, в 2014 году, по-моему, или в 2013 году, не помню уже, мы замеряли, сколько времени в суток качественного тратят родители для того, чтобы качественно проводить время с детьми. Это не просто так сидеть там, ездить, а вот, знаете, так общаются с ними, выигры играют, на пикник вышли, сидят там вместе какие-то игры играют, задачи решают. Я не знаю. И оказалось, что самое малое количество времени в течение суток тратят родители в Астане. Вот Астана это город, в котором родители вообще с детьми практически время не проводят качественно. А самый высокий, как вы думаете, в каком регионе Казахстана? Алматы. Нет, Южно-Казахстанской области. Юг. Там 4,6 часа в сутки, что ли, в среднем получилось. И самый маленький там 1,8 то ли 8 десятых. Я вот сейчас точно цифры уже могу не вспомнить. И почему это получается? Ну, потому что мы все заняты там работа. Я вот помните, там, первого ребенка своего толком даже не видел, второго потом там, полу, джарт лейгордом, я вот только на третьем ребенке, во мне это осознанное отцовство вдруг проснулось, потому что я вдруг с ужасом понял, что вот как бы этот критический период времени я как раз таки упустил у детей. Я потом так начал подключаться быстро-быстро, но вот какой-то у меня был такой провал большой. Ну, поэтому спринт здесь простой. Да, школа играет большую-большую роль в социализации ребенка. Она дает там огромное количество там, задает ему культурных ценностей каких-то там, словарных там, понятий каких-то там, да. Поэтому, пожалуйста, очень-очень внимательно подойдите к выбору школы. Не там, где вам удобно, куда автобус ездит, куда там можно договориться, где там директор знакомый, а вот именно та школа, которая поможет заложить в ребенке ту культурную там матрицу, которую вы считаете правильной для этого ребенка, для вашего конкретного ребенка. То есть я вот как выходить все-таки с КТЛ-системы, мы вот пошли Нур-Рода, Спектру, Международная школа, да, там вот начинали формировать вот эту как бы логику, там мультикультурность, английский язык, турецкий чуть-чуть язык там, да, вот это вот. И дети из разных там стран, Венесуэлы, там, я не знаю, арабы, иранцы. Ну вы сами, ССА, вы же владеете семью языком. Да, я прям очень много занимался с детьми, потому что мне очень важно было, я понимаю, как это сильно в жизни помогает, да, вот по себе знаю, это сильно в жизни помогает. Поэтому выбор школы важнейший, там, важнейшие решения для родителей. И школу, вот здесь самое важное, школа – это партнерство между родителем, преподавателем и ребенком. Вот здесь очень важно быть в тесном контакте с школой, да, и помогать родителю, там, поддерживать его, там, да, ресурсами, информацией, чтобы вот как-то вот вместе работать над ребенком. Время сейчас такое, что ресурсов все меньше и меньше для того, чтобы с детьми более заниматься, там, выделенно. Вот сейчас вот в мире, в богатых странах растет такое понятие, как хоумскулинг, да, когда вообще на дому обучают детей. Помните, вот в старинной, там, в средневековье, или там, как я не знаю, в царской России, там, да, француз-гувернант, там, преподаватели, и во всех вот королевских семьях, если мы вспомним, бездым даже, на тарих, на казах, аталкты, мерси боган, аталк, да, когда вот батыры, би, такие знаменитые, ахнар, они воспитывали султанов, детей ханов, то есть батыры, вот рядом, вот когда ребенок растет и видит вот эту вот сильную личность, мужественную, да, с правильной системой ценностей, он невольно подтягивается под нее, как пример берет для себя, да, вспомним там, Филиппа Македонского, кто у него был наставником, Александра Македонского, Аристотель, самый величайший, один из величайших умов того времени, который заложил в Александре вот это вот видение, да, что мир большой, что необходимо гармонизация культур, эллинизация, да, и представьте, этот молодой Александр, в 16 лет он уже думал там о завоевании мира, но он не думал о завоевании мира, как о уничтожении мира, у него была голубая мечта, которая заложила в него вот этот взгляд Аристотеля, эллинизация, он хотел Айкумену, то есть вот эту вот цивилизацию расширить, да, он хотел привнести там вот народам культуру, знания, эллинистическую вот эту вот как бы там цивилизацию, да, он хотел расширить границы там, да, грубо говоря, чтобы единая, большая, человеческая, то есть 15-16 лет там пацан молодой, он уже в то время, в дичайшее это время на самом деле, дикое-дикое, там, да, уже думал совсем другими категориями, потому что наставники у него были лучшие умы того времени, и вот сейчас очень популярно там искать, вот у меня вот просто вот в прошлом году, помню, пригласили на работу в Китай, очень богатая семья китайская, вот индивидуальным прям менторам их ребенка, причем платили огромные деньги, там, что-то 14 тысяч долларов в год, что-ли, ну, представляете, 30-40 тысяч долларов в месяц зарплата, квартира в Пекине, машина с водителем, который вот возил, там, возил бы меня там, семья жила, прям хорошая квартира в центре Пекина, вот, я бы приходил к ним домой и вот их детей воспитывал бы, скажем, я уже воспитывал, определенный преподавал предмет, там были бы другие еще менторы, представьте, сколько денег готовы эти люди тратить для того, чтобы в детей вкладываться, я сейчас вот зарабатываю неплохо, но все, что я зарабатываю, фактически, фактически все уходит на детей, вот представьте, там, частная школа, репетиторы, гимнастика, плавание, там, отдельно индивидуальный, там, художник, который с детьми занимается, карате, алгоритмика, программирование, там, да, отдельно, там, надо подкачать ребенка, там, турецкий слабоватый, индивидуально, гальпей, турок, со Стамбула сидит, натаскивает индивидуально ребенка, к сожалению, как бы другого пути нет, так, дальше все нормально продолжаете, большинство детей сейчас не знают, либо плохо знают историю Казахстана, насколько это большое упущение, большое очень упущение, пишет Томми Кандре, да, почему, потому что, опять же, идентичность начинается с понимания, вообще, своего, опять, идентичность, идентичность начинается, именно с понимания, своего исторического, прошлого, да, то есть, вот, я, вот, мне всегда было интересно, там, с поляками общаться, или, там, с теми же итальянцами общаться, там, с британцами, там, с китайцами, да, вот, особенно с китайцами, вот мы их так не очень воспринимаем, или, это мендусы, ну, в смысле, как бы, вот, представьте, у них какая огромная история у Китая, например, и вы знаете, что самый тяжелый предмет, там, в университетах, или в школах, чтобы знать, это история Китая, вы представляете, почти пять тысяч лет описаны истории, там, с летописями, с династиями, с правителями, с царями, с военачальниками, у них же что хорошо, все же задокументировано еще, да, и вот вы сидите, вспоминаете, там, в период династии, там, там, тысяча, там, двести, таком-то, кто был коимператором, какая была реформа введена, все же задокументировано у них, да, и ты начинаешь поражаться, на самом деле, иногда, что они очень так четко понимают свою историческую сущность, понимаете, вот китайцы говорят, понимаете, когда вы там, вот эти варвары, там, сволочи, там, я вот империя та, а потом империя ци, а потом вот так, а потом вот это, а вот в таком-то году посольство Японии прибыло в императорский двор, для того, чтобы выпустить у нас вот канджи, основу алфавита, в смысле, иероглифы, и это очень четко формирует вот идентичное отношение к миру, миросознание, миропонимание свое, что я не просто так человек, там, ли, там, такой ты, я вот потомок, вот, огромной-огромной цивилизации, да, которая вот, и так далее, и так далее, и это очень важно, поэтому вот история, там, родной страны, мы вот, например, с детьми сейчас вот ездим, вот, по Казахстану, там, приезжаем в всякие, там, музеи, либо там, старинные места, вот помните, да, вот мы с Абитом, вы же знаете, ездили, вот, Талавская битва, где, где вот сейчас раскупки идут, вот сейчас все по плану, поедем туда, в Ложаса тоже, чтобы детям вот сказать, вот здесь была Талавская битва, вдохните растепной там воздух, представьте себе, огромные армии, с этой стороны, там, там, империя, вот такой-то период, вот Аравы подошли, конница легкая, вот Тюргешский, как она, вот эти красного камня, вот камня, ломня, вот эта труба, которую канализационно строили, ее пленные китайские, там, китайские пленные, вот, вот, самое главное, чтобы ребенок четко представлял, вообще, что происходило, вот в этом мире, вот в этом месте, когда вот до него, и он, чтобы понимал, вот эту вот цепочку, цепочку, взаимосвязанную поколений, и он, что часть, он не просто так вот живет в этой жизни, он пришел, ушел, да, он часть огромного потока вот поколений, который жил на этом месте, творил, страдал, умирал, защищал, воевал, боролся, любил, там, создавал что-то, и он понимает, ага, вот, оказывается, какой сложный вот эта вся вот вещь, и я вот пришел, и вот дальше моим детям это останется, и это залог того, что более осознанно этот ребенок будет относиться, я вот сейчас замечаю страшную вещь, вы приезжаете в большие мегаполисы, разговариваете с большим количеством людей, они вообще не понимают, что вокруг происходит, знаете, вот у них мир сузился до того, чтобы заработать деньги, пойти покушать хорошо, купить какую-то новую штучку, скачать апдейт на определенную, на новую программу, там, да, посмотреть на Netflix, новый какой-то сериал, там, и ты ему говоришь, слушай, ты не понимаешь, ты с Ганой, да, ты знаешь, что в Гане, там, сколько-то столетий, была большая империя, исламская империя, что там, да, говорит, надо же, говорит, я даже не знал, я говорю, смотри, вот этот фильм, да, вот смотри, а ты откуда знаешь про мою историю, говорит, ну, мне интересно, я вообще люблю историю, ты не представляешь, что ты не просто тут живешь, околачиваешься в Лондоне, там, чтобы заработать себе, там, пять копеек, да, ты как бы, а как твои дети будут думать о тебе, о твоем прошлом, как, что они вспомнят о тебе, когда ты там, ты уйдешь из этой жизни, поэтому архи, архи важно, и так дальше, 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 Сай Сад, с какого возраста посоветуйте начать, обучать языкам детей? Ага, так вы, вы чутье видите, да, эти там, эти комментарии, да, вы мне еще помогаете, говорите, с какого возраста, смотрите, вот это страшная дилемма, которую до сих пор спорят лингвисты все, Первая часть лагеря, там несколько мнений, первое мнение такое, чем раньше, тем лучше. Почему? Потому что все-таки закладывается, намного легче сформировать основу родного языка, потому что это доказанная научная теория, блин, без науки немножко. Вот у нас есть два полушария, вы знаете, левая, правая, левая, логика, информация, рациональность, правая, творчество, пространственное мышление и так далее, классика. И до какого-то периода, до 5-4, чуть раньше, чуть позже, вот этой четкой специализации пока нету. Логика эмоций, она потом формируется. А вот до этого пластичность, до какого-то периода у всех людей оба полушария, они пластичные, они воспринимают информацию и так, и так, потом, потом потихоньку, потихоньку, и уже формируется специализация, каждого полушария. И вот эта пластичность, когда ребенок воспринимает любой язык, любую информацию и этим полушарием, и этим полушарием, то есть и эмоционально, и рационально, и грамматически, и вот так естественно. Почему самый такой без акцента хороший язык у тех детей, которые учили или жили в детстве в той или иной стране? Понимаете, да? Вот такой фильм есть российский, диверсант, и там вот помните, они там заслушивают двух кто на немецком, один такой весь отличный, такой красивый английский, немецкий учил там, и он говорит, ну блин, акцент есть, ну хороший он немецкий, а другой жил в детстве в Германии, в Берлине, он был сыном советского разведчика или там военного, и он в детстве жил там в Германии, в Берлине жил. И ему тебе, а ты тебе расскажи, он тоже на немецком все это говорит, с ошибками, но говорит, ну блин, акцент берлинский, как родной у него немецкий, обоих берем, да? Поэтому второй лагерь говорит, ну знаете, вначале надо один язык выучить полноценно, потому что человек учит язык, сравнивая его с другим языком. На самом деле мы действительно, в какой-то более зрелый период, мы изучаем иностранные языки через призму основного языка. То есть мы говорим, ага, ит, дог, кане. Ага, значит, мнат ли, вот на этом языке собак, это на моем языке ит. Тогда я просто делаю свою мозгую привязку. Мнат ли, аглшин кинди, догекен. Ага, то, что мы ит называем, они догом обзывают. Там, например, кане, и вот так далее. Если вы хотите этого, то есть, как бы, вначале надо взять один язык, а потом через него идти. Вот, я все-таки сторонник первой, как бы, подхода. Чем раньше, тем лучше. Почему? Потому что, вот в этот именно такой критический период, ребенок воспринимает все языки более естественно, более вживую, обоими полушариями. И он впитывает язык, не через призму другого языка, он впитывает его напрямую. Вот так вот, вот сейчас, маленькая дочка, наша третья, вот в турецкий язык, выучила буквально в считанные там месяцы быстрее и без акцента абсолютно, чем остальные. Лела уже на турецком говорит с казахским акцентом. А маленькая такая, надо ее чуть-чуть пить, я пью. И сейчас такими интонациями, как-как-как-как, вот прям. И турки, говорят, смотрят еще имя Фатима, и говорят, ааа, но турецкий, что ты не похожий, но турецкий. Ну, то есть, говорят, со шиками, ну, блин, акция, идеальный берлинский. Так, дальше какие вопросы у нас? Вы там как-то фиксируете, да? А вопросов много, ССАД, на самом деле, мы можем до утра здесь с вами. Знаете, я скоро какие-то важные вопросы быстро-быстро скажу. Так, да, 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 да. Какой минимальный набор навыков, ССАД, и умения должен быть у современных детей до 10 лет, на ваш взгляд? Посмотрите, я бы 3-4 вещи сказал, 3-4 вещи. Так, чуть вот эти комментарии. Как их убрать? Давай я их отключу. Нет, не отключать, просто они как-то снижаются. А, вот все. Первое. Сейчас тренировать память, запоминать информацию не так критично. Информации слишком много, и вот наше вот это натаскивание детей, запомнить это, запомнить это, не так важно, как умение правильно работать с информацией, критически воспринимать информацию, анализировать ее, собирать. Вот наша, к сожалению, система образования так очень плохо выстроена. Мы все смотрим на количественные показатели, быстрое чтение. Ну, от того, что ребенок прочитает 200 слов в минуту, не делает его функционально грамотным. Вот почему у нас вот эти международные тесты, ПИЗа, ШМИЗа, вот наши дети там все падают, результаты очень сильно падают. Потому что там смотрят не то, как быстро человек читает, а как он принимает информацию. Вот он прочитал текст, что он из этого понял? Какая ключевая мысль? Как эта информация поможет ему в будущем? Поможет ли она ему вообще? Что он отсюда может вытащить? Какую интерпретацию этой информации он может сделать? Поэтому первый критический навык, который бы я вот для детей сказал бы, вот особенно сейчас, вот которые будут востребованы в ближайшие там в будущем, это умение вообще работать с информацией. То есть правильно понимать информацию, там, анализировать информацию. Это сложно, это непросто. Но на самом деле, если вы задумаетесь, если вы готовите ребенка к карьере белого воротничка, то есть офисного работника, то главная задача офисного работника, белого воротничка, это умение работать с информацией. То есть вы берете большое количество сырой информации, перерабатываете ее, логически анализируете, и из этого анализа делаете симптез коробки какой-то там обработанной информации. Вот это самый главный навык, который надо воспитывать. Может быть, показаться непонятным сейчас или аморфным, я приведу пример простой. Очень важно, чтобы ребенок очень много читал, понимал разную, разную информацию, смотрел, если надо, фильмы большое количество, там, изучал языки какие-то. И не количество знаний очень важно, чтобы он набирал, а качество понимания этой информации. Вот на примере приведу, помните, ментальная арифметика, мы вначале дочкой тоже пытались, радовались, опаснейшая красная штука, потому что натаскивание ребенка на вот просто стандартные какие-то операции, алгоритмы, убивают в нем концептуальное понимание чисел, природы, числа природы и вот понимание того, что вот есть физические объекты, их может быть одна, два, три, пять, десять, и семь физических объектов, плюс пять физических объектов, это двенадцать. Они о нескольких каких-то там ментальных алгоритмах или каких-то там они же перед собой воображают этот апахус и говорят, если вот эти две косточки сюда, три косточки сюда получат ответ, не понимая сути числа, не понимая сути количества, не понимая сути физической, да, вот этой природы там множества в природе, да, вот это намного важнее, вот это осознанное понимание вот этих рациональных, логических каких-то законов, понимание, как обрабатывать эту информацию и что с ней делать, вот это важнее, чем вот натаскивание. Я вот сильно рекомендую родителям нашим почитать книгу знаменитого израильского историка Юваль Ной Харари «21 урок для 21 века». Это давайте следующую книгу, которую я вам подарю, а я вам скину ее. Вот ее внимательно почитайте и к ней я скину вот 21 урок для родителей, что должен уметь ребенок делать, да, чтобы вот долго не рассказывать. И две еще вещи коротко скажу. Цифровая грамотность. Это вот вечный спор, рано давать ноутбук, смартфон ребенку или не давать. К сожалению, сейчас мы вступаем в такой, этот процесс ускорился просто. Он должен был не так быстро пойти, но вот из-за пандемии, коронавируса он настолько быстро ускорился. Этот процесс сейчас главным разделителем, главной грамотностью на первый план выходит цифровая грамотность. То есть умение человека пользоваться программами. Вот сейчас даже в этом тоже я комментарий увидел, я тоже зову дочку, чтобы она не помогла там что-то переключать, когда вот дочка сидела, то есть получается дурацкая ситуация, она станет жестче еще в ближайшие пять лет. Человека умение в цифровой среде пользоваться набором программ, правильно понимать, настраивать, создавать рабочее место, проверять и так далее, и так далее, станет основной гарантией, основной залогом его дальнейшего нормального существования. То есть люди, которые смогут в цифровой среде продавать дальше свои услуги, свою информацию, создавать новую информацию, делиться этой информацией с другими людьми, они как-то на плаву останутся. А вот представьте, огромное количество достаточно умных, творческих, образованных людей, которые просто не обладают цифровой грамотностью или низким уровнем цифровой грамотности, и они, получается, будут отрезаны от этого мира. Вот как бы это горько и страшно не звучало, вот в блокпосте, вот помните, вот стоит толпа народа, казаки, казах. Получается, человек, которому нужно физическое перемещение из одного места в другое место, физический доступ к рабочему месту и физические навыки для того, чтобы что-то сделать, какой-то там товар, услугу оказать, какой-то объем работы выполнить, уже находятся в проигрышной позиции, чем те люди, которые обладают более высоким уровнем цифровой грамотности. И последний момент, умение работать в команде, пожалуйста, пожалуйста, поверьте мне, мы проводим огромное количество исследований наших, атлас новых профессий вот сейчас создаем, мы очень четко видим, что время одиночек уходит, ни в науке, ни в производстве, ни в каких-то таких больших вещах, ни в бизнесе, время, вот такого, одиночки мастера, который делает там что-то только, вот он делает и не умеет работать в команде, передавать это знание дальше, шлифовывать. Два примера, только коротких приведу. Специалисты, которые развивают, масштабируют бизнес, к ним приходят люди, которые умеют очень хорошо что-то делать, например, лепешки печь, вот такие классные лепешки делают. И этот специалист говорит, вот то, что ты сейчас делаешь, это не бизнес, это ремесло, это хобби, которое ты просто очень хорошо делаешь. Можешь ли ты открыть сто таких точек по всей стране или в каком-то городе, чтобы с одинаковым качеством, с таким же стандартом пекли лепешки другие люди? Он говорит, не-не-не-не, никто такие лепешки, кроме меня, печь не может. Это там особый рецепт, особого супа, это надо так вот, я никому не доверяю, никто, вот рядом, это таинство, это, тогда это не бизнес. Это не бизнес, это невозможно мастербировать. Понимаете? Мастербировать, это когда придумываешь что-то, можешь учить, это большой коллективный труд большого количества людей. То же самое в науке. Сейчас все научные открытия делаются большим количеством коллективов, большими коллективами слаженными, которые работают в огромном количестве, с огромным количеством информации, которые один человек уже невозможно не обработать, никак, ничто он не сможет, он не успеет, он пока дойдет до этого, там уже все это обработается. И сейчас один из таких ключевых навыков, не самый, но один из ключевых навыков, это умение работать в команде, правильно выстраивать отношения, правильно выстраивать партнерские какие-то связи, правильно выстраивать систему обмена информацией, принятия информации, коллаборация называется, коллаборативная такая схема. Если ребенок этого не умеет делать, и, к сожалению, это в шкуре должно на самом деле в основе закладываться, когда мы не как там в наших школах, даже элитных школах, одна из больших проблем элитных школ, там все заточено на конкуренции. А вот Амина, у тебя балл меньше, чем у Лейлы, Лейла тебя обогнала, и вот эти вывешивают, когда вот эти списки, Амина, Лейла, первый, там столько, там вот, ну, в жизни не так, на самом деле в жизни не так, в жизни, наоборот, все строится вокруг, вот сумеешь ли ты собрать команду, которая не главное один результат покажет, а вместе как командный результат покажет. Жизнь – это командная игра, по сути своей, большая командная игра, малые команды, большие команды, семья, хорошая, успешная семья – это не самый главный красивый папа или самая супер офигенная мама, это несколько человек, которые работают вместе, там, на каких-то базовых принципах, умеют договариваться, решать проблемы, поступаться какими-то личными амбициями, чтобы поддержать своего партнера, состыковать интересы в правильном направлении, вложить, поделить правильные ресурсы и так далее, и так далее. Поэтому вот это вот суперважный навык, умение работать в команде, быть командным игроком, но при этом не теряя там каких-то своих уникальностей, это вот просто к этому надо профессионально научить ребенка относиться. То есть, это не так, что даже если мне этот человек не нравится, даже если я ненавижу вот там дура какая-то, вот дурак какой-то, но я понимаю, что как бы игнорировать его, ругать его, негативно к нему относиться, подставлять его, интриги, ну это ни к чему хорошему не придет, ни меня, ни его, ни все. Приди и сказать, вот слушай, дорогой, честно тебе скажу, может быть, я тебе не нравлюсь и ты мне не нравишься, ну давай договоримся, мы вот так вот работаем вместе, я тебе помогаю, ты меня поддерживаешь и мы как-то создаем общий результат, который нужен нам всем, тебе и мне и всем остальным. У нас вот люди ярко выраженные эгоисты, мы воспитываем ярко выраженных эгоистов, ты самая лучшая, эти все дурочки, эти все идиоты, вот только ты, это неправильно. И ребенок вырастает вот таким, знаете, суперуспешным, супернатренированным, суперобразованным эгоистом, который в итоге не может построить даже простые элементарные отношения в семье, да, и вот все крутится вокруг всего до сих пор него, вот только есть он, его интересы, и так далее, и так далее. Вот это важнее даже, скажете, а где же математика, вы думаете, за счет математики строятся семьи сильные, или за счет математики строятся сильные компании, ну поверьте мне. Более того, наступает такая страшная штука, что система формальной аккредитации, вот школьная, которая выстраивается, она вообще перестает каким-то образом влиять на жизнь или успешность человека. Поверьте, вот эта удивительная ситуация, где я, например, очень хорошо учился всегда, в пятом классе, в третьей четверти у меня была пятерка по биологии. Это точно знаю, мне легко запоминать, у меня всегда пятерки были там, да, по всему. Но эта пятерка никаким образом, никакая критическая ситуация никак не помогла мне в этой жизни. Я не выстраивал ни одних отношений, потому что у меня была пятерка по биологии. Никто со мной не знакомился, потому что у меня была пятерка по биологии. Знаете, СССР, у тебя в четверти была пятерка по биологии, давай познакомимся. В смысле, вот настолько там оторван от жизни вот сейчас, да, или там балл ЕНТ, я даже не помню, какой у меня балл ЕНТ был. Откуда я знаю, какой у меня балл? Он как-то повлиял на мою жизнь. Моя супруга любит меня, потому что у меня был высокий балл по ЕНТ. Мои там сотрудники меня уважают, потому что вот, вот вы знаете, в САКе было, я не знаю, сто пятнадцать там, я не знаю, я не помню, действительно, баллов по ЕНТ. А вы знаете, как это важно в жизни? Где этот ЕНТ, что с ним? Поверьте мне, вот эта вот формальная часть вещей, она не так важна. И последний момент, дисциплина. Вот вы не поверите, насколько важна самодисциплина, внутреннее, четкое понимание ребенка, что вот ему надо встать и сделать это, а не так, что это, Амирчик, трогой, щеполам, да, трогой, там, в смысле, спорт, здесь единственное, что поможет, это только спорт, потому что мы не можем относиться к нашим детям, вот объективно мы не можем относиться, ну жалко же его, ну крови, видушка твоя, да, а вот сенсею, да, которому я плачу большие деньги, там, за это, ему, честно сказать, мне результат нужен, да, я говорю, слушай, вот бей, мочи, что ломай, что хочешь делать, но мне нужно, чтобы вот эти, вот эти вещи были трансформированы, иди сюда, и ты, тысячу отжиманий, давай, там, да, и потом, вот этот наш творческий, кто-то может сказать, что же вы ломаете-то, ребенка, творческий, поверьте мне, в творчестве, это огромный труд, это огромная дисциплина, 99%, все величайшие какие-то там, писатели, это огромный, огромный элемент дисциплины, труда, вот этого жесткого, там, какого-то такого отношения, к этой вещи, да, и там, вот это творчество, если не скомпенсировано дисциплиной, оно, оно разрушительно, по сути, иногда бывает, знаете, вот человек, а, там, я, там, еще что-то, разрушает, все величайшие чемпионы, вот Роджера Федорера возьмите, там, да, возьмите, там, я не знаю, все величайшие художники, величайшие режиссеры, величайшие сценаристы, там, я не знаю, писатели, вспомним, Джоан Роулинг с Гарри Поттером, да, ну, то есть, извините, это не так, что, знаете, так, вот одну ночь прозрение, я вот за ночь, за ночь прошла, проснулся, это было бессонные ночи, года, года, попыток провалов, мучений, провалов, мучений, покрасневших глаз, взлетов, падений, слез, там, да, разбитых лбов, там, пока это к этому не придешь, не бывает никаких абсолютно коротких путей в этой всей жизненной истории, поэтому, вот, вот дисциплина, это, это супер-супер важно, и вот здесь такой важный момент, пожалуйста, доведите какой-нибудь спорт в ребенке, простой, примитивный даже, можно сказать, такой спорт, которым легко заниматься, бег, например, да, не нужно для этого искать большую команду, знаете, так, у меня сыночь хорошо играет в гольф, ну, в гольф каждый день поиграешь, да, во-первых, это дорого, это нужны специальные условия, это нужно людей искать, или там, хоккей, там, снаряжение, что-то, что на всю жизнь с ребенком этим останется, что сохранит его здоровье, что сохранит его, там, тело, в конце концов, да, в правильной, там, структуре, позволит ему выдерживать эти огромные нагрузки, психофизические, там, умственные нагрузки, и это должен быть простой спорт, бег, плавание, что-то такое несложное, цигу, там, я не знаю, что, что поможет сохранить в нем вот эту вот основу его физического здоровья, и надо в раннем возрасте довести этот, вот это занятие, этот спорт до, до какого-то уровня мастерства, чтобы ребенок, например, мог пробежать без остановки 10 километров, да, вот есть специальные школы, знаете, I love rar, или проплыть, когда вот ставят технику прям правильно, тело прям привыкает к этому нагрузку, и вот само собой потом вот как бы с нагрузкой справляется. Почему? Потому что это не втянуть будет ребенку потом, вот если я сейчас на левую смотрю, он берет и может пробежать там без остановки там нескольких километров, да, и тело уже под это подстроено, оно вот просто, оно не будет напрягаться, оно не будет у нее болеть, задыхаться, там что-то там кислородное, потому что уже сформировано несколькими годами до определенного уровня мастерства там физической нагрузки, и это становится уже потом потребностью тела, и вот как бы это залог того, что очень долго сохранится это физическое здоровье. Я вот, например, у меня в жизни никогда спорта не было, начинаю страдать сейчас из-за этого. Так, давайте на пару еще таких быстрых вопросов ответим, и нам надо потихоньку закругляться. Потому что у нас количество растет, плюжам, смотрите. Да, сэссад, у нас эфир был на час, мы с вами уже час сорок. Давайте еще пару вопросов, ну, хоть мы там добьем уже. Да, сэссад, еще один вопрос, значит. Так, давай, сейчас я выберу. Какие школы вы посоветуете в Алма-Ате, в Астане? У нас, к сожалению, разлет очень-очень, выбор небольшой. У нас какая-то удивительная ситуация сложилась. Есть супердорогие школы, типа Хэлли Берри, типа Кьюэсай, они реально супердорогие. Ну, представьте, 28 тысяч долларов, Хэлли Берри в начальной школе, потом в праймари школу, а в секондаре она может вырасти до 35-33 тысяч долларов в год. Это, представьте, это цена полноценного бакалавриата в каком-нибудь сильном, крепком, американском вузе. Кьюэсай 9 миллионов в год, например. Потом идет там РФМШ, НИШ, Айби, НИШ, Международная школа. Они больше государственные, сильная программа, очень, как говорится, способная. Но в плане, вот то, что я говорил, эмоциональный интеллект, работая в команде, они выращивают эгоистов таких. Вот знаете, блин, мне прям так иногда жалко этих ребят, что они очень сильные, натренированные, натасканные, но в них не всегда заложены те качества, которые на самом деле ведут к настоящей успешности в жизни. А потом есть наши традиционные вот бальминоватые лиценеры, КТЛ бывшие. Вот если в Астане брать, там, Нур-Урда, Спектрум, это вот средний уровень, не так дорого. Хотя, что такое, 5 миллионов, это дорого, да, в Спектруме, и там 1 миллион 800. Если в семье 5-6 детей. Это огромная нагрузка. Мы вот физически не смогли в этой школе дальше содержать, ну 15 миллионов, 15 миллионов в год, я вот один год заплатил, вот эта цена квартиры, однокомнатная квартира, и в год вот так уходит просто. Мы не потянули просто, да. Я уже все, что зарабатываю, тем более я сейчас один работаю, как Шопан, мы договорили, что она как бы тетьми занимается. Все, вот я просто не потянул физически ее. И потом идут вот эти там небольшая категория там частных школ, типа Алпамаса, там, 130 тысяч в год, там, не раз, там, чуть побольше, там, РФМШ, основного МАТА, и потом идут там гимназии, какие-то там более-менее сильные школы, государственные, и потом там все остальные. И, честно сказать, вот такого сильного, альтернативного варианта для среднего класса, там, в районе, там, пяти, там, до десяти тысячи долларов, до пяти тысяч долларов, где более-менее хорошая программа, одна сменная школа, где-то как-то углубленно преподаются, их фактически у нас нет, раз, два, я обчелся. Этот вакуум есть, я не понимаю, почему инвесторы там не заполняют его. У нас вот должны были, в прошлом году заявляли, что САБИС, это ливанская сеть, хорошая в Астане, откроется в Алмаке, в Сингапурце должно произойти, но что-то, видимо, затянулось, или планы поменялись, или инвестор ушел. Поэтому выбор-то, на самом деле, не очень большой. Выбор-то не очень большой. Как бы с точки зрения зрелости и формирования личностной качественности, я бы все-таки от КТЛов не отказывался, от алюминироваться или ЦЛР. Там пока по инерции сохраняется вот эта вот логика обучения, образовательная модель, она немножко, конечно, по качеству сильно потеряла, но вот эта логика, она есть, когда сильная основа заложена уже, вот эта вот модель заложена, она все равно по инерции идет и какие-то свои плоды дает. А тут, видите, опять же, образование становится продуктом, бизнесом, поэтому тут уже как бы сколько вы сможете позволить себе средств. На самом деле, все очень просто. У нас люди должны понимать, что мы уже, это в целом проблема в Казахстане, мы живем в рыночной экономике, которая не до конца рыночная на самом деле, но она не становится рыночной, потому что у людей не переустроилось мышление еще. И к образованию мы относимся до сих пор как к социальной функции государства. То есть образование должно быть бесплатным, должно быть предоставлено государством и должно быть высокого уровня. Понимаете? Но государство, к сожалению, сейчас не может предоставить образование высокого качества и бесплатно. Она может представить бесплатное образование, но очень низкого качества. Если вы не готовы тратиться, ну идите тогда в государственную школу. Как бы это вот страшно, горько не звучало, но это так. То есть вот хотите плохое образование, но бесплатное. Как вот продукт, хотите там бесплатную гороховую суп, который раздает там бездомным, идите в очередь и ждите там, грубо говоря. Вам дадут очень плохую там какую-нибудь без... Но зато бесплатную. Хотите там покушать нормально, идите в супермаркет, покупайте товары себе. Готовьте и кушайте. Сытно, не очень дорого, но не очень полезно. А хотите эксклюзивную органическую диету, из органик суть где-то диету, идите, выращивайте теплицу, там стройте или покупайте органическую фермерскую еду. Дорого, полезно, недешево. хотите там правильно питаться, заказывайте какой-нибудь за 100 тысяч тенге в месяц пакет себе индивидуальный, 200 тысяч в месяц. Дорого, индивидуально. К сожалению, вот так. А те страны, которые перестроили, две модели есть, американская, где четкое разделение сразу в обществе начинается, базируется на образовании. Опять же, я сейчас буду говорить, это горько очень будет звучать и больно. Вот в Америке очень четко систему разграничили. Ты получаешь, идешь в топовую элитную школу, попал туда либо по мастерам, либо в большинстве своем за деньги, своя семья может тебе это позволить сделать, ты попадаешь тогда в топовый элитный вуз и тогда дальше твоя карьера выстраивается по другой траектории. Не может семья себе позволить такой там элитный вуз, хорошую добротную школу закончил государственную, поступил какой-нибудь хороший средний вуз, ну вот ты будешь работать там вице-президентом компании, которая основали выпускники топовых вузов. Да, растет благодаря своим профессионализмам, упорству, труду. Нет возможности получить высшее образование, учишься в комменти-колледж каком-нибудь там, да, ну будешь работать там мастером, в банка стоять, воркшоп, может быть небольшой какой-то свой бизнес построить. Может быть, растешь там до директора департамента, там начальника производственного какой-нибудь цеха, большой компании, которая построена выпускниками топовых вузов и управляется выпускниками крепких средних вузов. Нет никакого вообще образования, высшее образование не получил, будешь жарить гамбургеры в Макдональдсе и время от времени туда будут приезжать начальники производственных цехов, которые работают в компаниях, которые организовали выпускники топовых вузов и управляются, которые управляются. Итак, номер пять, сэр, господи Макдональдс, next line, next, капучино, кульжарат капучино в Старбаксе, и, к сожалению, расслоение в обществе построено на образовании. Вот это сейчас начинает в Казахстане формироваться, вот это многие наши не понимают. Либо сильные модели Китая, Южная Корея, Сингапур, Финляндия, где государство берет большую часть денег в экономике и вкладывает, вбухивает в образование. И все получают более или менее, вне зависимости от кошелька, от такого рождения, семьи, более или менее качественное среднее образование. И дальше как-то общество более гармонично развивается. К сожалению, мы пока первую модель тоже не можем почему-то выстроить. Я недавно выступал перед президентом, я не знаю, вы же ответили, не видели, где я уже на эмоциях, чуть ли не в гневе. Может быть, я и пожалею потом об этом, но я просто сказал, ребята, давайте вот такую модель выстраивать, деньги просто в это вложить. Потому что вторую, вот эту рыночную модель образования, когда все расслаивается в обществе именно по критерию образования, наверное, будет обидно у нас сформировать, потому что сформируется очень большая группа людей в Казахстане с некачественным образованием и без особых перспектив жизни. Будет такое, знаете, социальное расслоение. Оно уже, в принципе, присутствует в Казахстане, социальное разрыв. И вот такое общество, оно нестабильное, потому что всегда будет какая-то большая группа людей, которые будут недовольны своим положением. Посмотрите, что в Америке происходит. Вот эти вот бунты, вот это все, взрыв, на самом деле там чисто экономическая основа, которая опять же помножена на образование. Вот если вы посмотрите, вот черное население Америки, это наименее образованные, там наименьший процент людей, имеющих высшее образование, там наименьший средний балл SAT, вот типа вот этого Student Actitude тестов, ну типа ЕНТ нашего, там меньше всего людей, которые получили профессиональное средне техническое образование, там самое большое количество людей, которые в тюрьме отсидели, и так далее, и так далее. Я вот это все опять возвращаюсь в образование. И эта вот часть населения, она всегда недовольна своим положением, она постоянно бунтует, она вот создает вот эту вот дестабилизацию в обществе. У нас то же самое фактически начинает формироваться. Поэтому, к сожалению, ответ неутешительный для наших родителей. Если вы хотите, так как мы все-таки сдвигаемся в сторону второй модели, элитарной модели образования, хотите получить, дать более достойный шанс вашим детям, к сожалению, придется раскошелиться, то есть покупать как товар, понять, просто осознать, что вот есть я, мои деньги, мои дети, я могу эти деньги потратить на квартиру, на машину, на дачу, могу их потратить, я не знаю, на еще одну, там пару кроссовок, либо я вот это все так вот, у меня, например, все удивляются, что ты ходишь в черных футболках, там, потрепанных джинсах, ты же можешь себе позволить, у тебя вроде зарплата сейчас хорошая пошла, я говорю, нет, не могу позволить. Знаете, почему не могу позволить? Потому что я осознанно принял решение, что львиная доля моих доходов, фактически там все, что я зарабатываю, будет вкладываться в достойное образование моих детей. И это единственная и самая главная гарантия, шанс, который я могу дать своим детям, вооружить их хорошими знаниями, хорошими навыками. Дальше, как их судьба сложится, я не знаю. Вспоминаем наш принцип, с которого мы начали, мы не контролируем место схватки, мы не контролируем время схватки, мы не контролируем количество противников, которые в этой жизни нашим детям придется встретиться. Единственное, что мы можем проконтролировать, более или менее, это их готовность драться в любом месте, в любое время и с любым противником. И на этой печальной ноте, оптимистичной или пессимистичной, давайте закончим наш эфир. Пожалуйста, еще раз. А, вот знаете, последний вопрос, отлично, бабушки, дедушки, это для меня такой болезненный вопрос. как человек, которого родители отдали, пускай даже родным, но другим людям своего ребенка родного, чтобы полностью воспитывали его другие люди, я считаю, что это самое безответственное решение в жизни любого родителя. Вот как бы, опять же, тяжело мои слова не звучали. Никогда не отдавайте возможность быть с вашим ребенком и осознанно воспитывать вашего ребенка другим людям. Никогда. Вы можете нанимать профессиональных людей, чтобы они помогали вам формировать осознанного ребенка, как вот мы нанимаем там сенсеев, там, я не знаю, там, профессиональных художников, чтобы те или иные аспекты оттачивали они в вашем ребенке. Но ваш ребенок очень четко должен понимать, что я, у него есть отец, у него есть мать, у него есть там братишки-сестренки. Потому что самое страшное, что с ребенком происходит, вот как в моем случае, да, вот когда вы говорите «Ой, азинь, баласа, азинь, баласа», когда он начинает называть своего отца не отец, а типа «Нагаше», или там «Булат», или там «Ага», а бабушку свою называть «Азе», «Апа», «Ана», а отца там «А маму называть там «Тати», и мы все такие на казах позвоим, мы не казахи, азинь баласа, азинь булькундерным баласа и так далее, и так далее. Ну, понимаете, самое страшное, что происходит с этим ребенком, он начинает расти в такой странной, двоякой ситуации, это в моей жизни было. Я вот сижу, росту, и когда уже «Ах, а он круглый у вас тронет», ты вдруг начинаешь понимать, ну, вот дед, он же не мог меня родить там, в смысле, там, когда ему было 90 лет, или бабушка, когда ей там было 70 лет, ну, что-то же не то, или когда приходят к тебе люди там домой, какие-то соседи, родственники, «Ой, печаль, она, она где-то была с ума», и там бабушка начинает, ну, вот это, ну, ты чувствуешь не то, и это очень сильно систему координат ребенка разрушает, он не может понять, он кто, кто его отец, родитель, и вот если вы посмотрите все фильмы голливудские, да, где вот там, где начинают «Звездных войн», когда есть главный герой, который не может понять, кто его отец-то на самом деле, и потом выясняет, что все равно он с этим отцом, даже если он никогда его в жизни не видел, там, тихо его ненавидел, есть какая-то странная, заложенная во всевышнем связь между человеком, который породил тебя, и тобой, который в эту жизнь пришел через этого человека, да, там, мать, отец, и ты как бы что-то, ты всегда хочешь докопаться потом, кто же все-таки мой по-настоящему человек, который вот дал мне жизнь, или вот это там, да, и это, вот поверьте мне, разрушает личность ребенка намного хуже, чем, чем вот, а вот эти все разговоры, я не могу, она была своя, она была своя, никогда, пожалуйста, не отдавайте возможность быть настоящим отцом для вашего ребенка, настоящей матери, другим людям, это вот самое нехорошее, что может случиться, вот все вот такие комедии, трагедии, извиняюсь, в жизни, вот они, которые построены вокруг семейных отношений, всегда строятся вот этого главного героя, вот помните, недавно фильм вышел с Дженнифер Лопес, да, когда вот она там в детстве оставила своего ребенка, потом жила по своей жизни, случайно вот столкнулась с ней, там, да, и вот она вдруг понимает, ну, лучше бы я все эти испытания прошла со своим ребенком, и это был бы мой ребенок, и у нас вот эта связь с ней, как бы отец, дочь, мать, там, не прервалась бы никогда, нежели потом, да, я ее отдала, они там, ее удочерили, она там в прекрасной семье училась, смотрите этот фильм для интереса, да, там, у нее хорошее образование, супер, там, у нее тут супер навыроченные родители, там, но в конце концов ребенок-то мучается, он все равно чувствует себя ущербным, непонятно, вот эти недомолвки, недосказки, кто же все-таки по-настоящему там, это все равно мучает очень человека, и вы на самом деле закладываете в человеке, в ребенке комплекс, вот эта неуверенность, какую-то смешанную систему координат, не делайте этого, если есть возможность, зачем, ну, в смысле, да, тяжело, да, ребенок это тяжело, но вы потом намного страшнее пожалеете, чем, и не стоит эти все испытания того, чтобы потом сидеть и с горькой осознавать, что вот у тебя есть живой там отец, есть живой там ребенок, и у тебя нет с ним никакой связи, вам нечего вспомнить друг о друге, то есть встречаешь это неровкое чувство, а, ну, вы мой отец, да, ну, здравствуйте, папа, да, мы никогда вместе на рыбалку не ходили, у вас нет общей фотографии, там, где вы там измазаны, что-то, а, кричите там, да, вам нечего вспомнить даже, что там первый зуб, первая там драка, первая любовь, пойдем, я тебя научу там бриться там первый раз, там, а вот это сын там, там, презерватив, извиняюсь, я не знаю, там вы не обещали ему там, что такой парень девушка, и это, наверное, самое страшное, потому что потом ты сидишь и вот понимаешь, что, ну, первая разбита, да, это все вот разбито, поэтому, ох, ничего себе, сколько вопросов, ужас, топ-3 книги воспитания. Сайса, там, да, вопросов очень много. Вообще, я чувствую, что назрел второй эфир, да, количество людей прибавляет. Сайса, через 3 минуты у нас эфир завершится. Да, поэтому вот... Очень интересно, Сайса, я могу с вами разговаривать бесконечно, вы, очень интересно, я даже не могу слово вставить, потому что я не хочу вас прерывать. ну, давайте тогда договоримся. Сегодня все, что вы сказали, Сайса, это, я считаю, что это большое наставление подрастающему поколению. Родителям есть над чем задуматься. Вы сказали жесткую правду по поводу образования в Казахстане, да, это не каждый родитель, как бы, признается себе в этом и скажет такую жесткую правду. Даже мы, мы родители, да, мы пытаемся всегда умолчать, где-то что-то, какие-то острые углы обойти, но всей правды мы всегда не можем даже сами себе признаться в этом. Поэтому сегодня был очень познавательный эфир, Сайса, вы все расставили по местам. Так, вот, значит, смотрите, я что предлагаю, я предлагаю сейчас у вас вопросы проскочить, зафиксировать и следующий эфир, заранее там сделать анонс, пойти по вопросам сразу, прям, так, 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 как тюны. Давайте, я тогда учту, да, давайте я все просмотрю, подготовлю, и мы еще раз тогда пообещаем выйти в эфир, да, вы обещаете? Да. С вашим плотным графиком, всего доброго, друзья, Сайса, мы прощаемся. сохраните эфир, кстати, да. Да, обязательно сохраним, все это выложим. С вами ульхом, рахмири. Всего доброго, спасибо за время ваше. Всего доброго, друзья. Все, я завершаю эфир. Все, пока.